Всем привет еще раз. Кто меня, может быть, первый раз видит живьем, или, может быть, кто-то еще вообще не знает, кто я такой. Но я думаю, что в нашем проекте только ленивые не знают, кто я такой, потому что только ленивые не знают, что у нас есть замечательные инструменты, которые... А, кстати, благодаря вам они появились не сверху. Я расскажу свою небольшую историю. А, я забыл представиться, да, вдруг меня там кто-то не видел. Меня зовут Максим Некорошев, я в результате название директор. Хочу, конечно, получить гораздо большее звание, и в ближайшее время я из-за моего взаимодействия. Да, в сетевом бизнесе я, как бы, ну, не совсем, можно сказать, новичок. Я пришел впервые в этот бизнес в 99-м году, когда мне было 17 лет. Я просто поступил в другой город, в институт, и мне нужен был какой-то заработок. Я подошел на остановку наблюдения, продавцом-консультантом. Я думаю, буду стоять в каком-нибудь отделе в магазине, и девушкам красиво все рассказывать. Может быть, кого-нибудь техник из 90-х годов. Ну, почти. Но, тем не менее, тогда девчонок, как бы, не было, парни все завидовали. Но бизнес идти не хотели. Поэтому, в тот момент, как бы, было очень много мотивации, но было очень мало опыта. И, как таковой бизнес, он рост, довольно-таки быстро рост, но, из-за отсутствия определенного жизненного опыта, он, как бы, мог вырезаться в очень большой бизнес. Потому что все мы здесь достигаем своих званий только тогда, когда мы сами в голове поменяемся. То есть, пока мы не дорастем умственно сами до своего звания, мы его не достигнем. Поэтому я всем желаю поменяться сначала себе в голове. Ну, это, как бы, риска сканера. Почему мне понравился этот бизнес? Во-первых, он легкий, простой, комфортный. Времени тратится очень мало, что студенту прямо вообще, вот, замечательно. Потом я в этот бизнес влюбился, когда только закончил институт и пошел на работу. Мне нужно было каждое утро догонять автобус, потому что я все время на него пострадал. А он был единственный. Потом я бежал где-то пару километров. Сначала с корки, потом в корку. Потом мне от Абиши все встречало, потом начать не кругал. И так было несколько лет. У меня был, к сожалению, на тот момент договор с предприятием, на котором я должен был отработать пять лет. Поэтому, я, когда у меня этот срок подходил к концу, я сказал, что я именно находит не больше, а здесь работать не буду. И ушел, ну, практически никуда. То есть, на тот момент сетевой, как таковой, у меня уже, ну, так потихонечку заглухало. Потому что тогда еще были кризисы и так далее. Но отдать должное маме, они этот бизнес не бросили, а наоборот начали разрываться. И, ну, мы вообще как бы вместе начинали, но мы как бы так переключились. Я переключился на работу, а мама на бабу пришла с работы и начала жить свободно. Естественно, конечно, потом, как бы, я радовался за них. Мы вместе ее консультировали, они и меня консультировали. Мы всегда работали вместе, несмотря ни на что. Несмотря, наверное, какие были я строили. Но потом я еще раз, когда уже закончил, ну, то есть, перешел в свободное плавание, я еще раз попробовал свои силы именно там в сетевом бизнесе продолжать именно в той же самой компании, в которой я был. Но, к сожалению, в тот момент она не отвечала современными делами, которые на тот момент уже как бы вступили в эпоху интернета, в эпоху смартфонов у каждого человека. А компания тогда еще, ну, не успел бы оставаться. И в тот момент я решил, что я все, я связал. Как бы, я люблю этот бизнес, но я связал. И... А что мне делать? Я не хочу работать. Я себе дал обещание, что я ни одного дня больше никогда не буду работать. Ну, имеется в виду в прямом смысле, да. Я, кстати, слава богу, я возле 2010 года, я сдержался на обещании. Ну, был один, конечно, такой момент, но я не работал. Я, так скажем, помогал местному институту закрыть дыру в преподавании. Поэтому я, как бы, перед собой учитель, я именно как сдержался обещания. И тогда, в тот момент, что мне делать было? Я пошел программировать. Я думал, что я все умею. Я думал, что я все смогу. Но, когда я окунулся в этот мир, я сказал, что я вообще ничего не умею. И вот тут пригодилось вот это... То, что очень было важно и до сих пор важно в сетевом бизнесе. Это самообразование, саморазвитие, самоорганизация, само... То есть то, что мы здесь делаем вот уже... Ну, каждый из вас, лидеров, делает это на протяжении уже, допустим, несколько лет. И это помогло мне изучить для себя новую профессию. Буквально в считанные, там, год-два и так далее. И я стал вот веб-прокративист. Ну, это такая маленькая прискость. Я расскажу, почему я об этом сказал. Ну, вы, наверное, знаете, почему я об этом сказал. Потому что сейчас для вас это оказалось вот... Это настолько востребованная штука. Что вы тут готовы, по-моему, на руках меня наносить. Осталось только вот... Подправить так и дальше. Ну, на самом деле, я простой обычный парень, который просто не любит, когда... Делают... Ну, как это... То есть это вот... Грудинную работу. Постоянно одной дожи, как конвейер. То, что можно просто вот взять вот так вот... Нажать кнопочку, и она такая... Шик, и все само сделается. Нет, ну, как бы надо подумать, что... Какую кнопочку нажать, как это сделать, но, тем не менее, это возможно. И вот... Последний раз, что меня привело именно в этот бизнес, это когда... Ну, мама потихонечку такая... Ну, в принципе, сейчас вместе там работают. А мы потихонечку с тобой будем строить. Ну, там, с рода же вместе оборудовались. Не надо, все равно лучше. Я потом начал потихонечку вникать, мама говорит, вот здесь мне помоги, здесь мне помоги. Я только смотрю. Гугл-документы. Какие-то... Формы. Какие-то непонятные... Гугл-документы. Нет, ну, все хорошо, все понятно, все современно. Ну, вот так, все, вот... А я не могу на это смотреть. Мне больно. Ничего. Вы уж простите. Мне правда было больно смотреть. Да. Но это здорово, чтобы умели, чтобы это сделали. Потому что я, когда... Мама сказала, тебе осталось совсем чуть-чуть, и... И ты поедешь в Кунис, да, там, директор... Ну, ну, как поедать? Поехали. Понимаешь? Все. Я поехал. Я поехал, и тут же все это просто... Когда приехал, ну... Девчонки, кто там был, вот, не дадутся орать. Я подошел и говорю, вот я такой-то, такой-то, я умею вот это вот. Вот, вот, я вижу, что я вам нужен. И вот с того момента, наверное, появилось вот это все то, что вы сейчас... Да. Ну, конечно же, это все... Вы вот говорите, что благодаря Максиму, нет, это благодаря вам. Благодаря вашим запросам, вам это нужно. Я люблю быть полезным. Вы... Вам это надо, я это люблю. Нет, ничего не возможно. Спасибо. Спасибо.